Тихоокеанский поход «Надежды», посвященный саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке, начнется уже в первой декаде сентября. Фрегат совершит переход до Сан-Франциско. Следующим портом станет американский Гонолулу, где парусник примет участие в мероприятиях саммита АТЭС-2011. Возвращаться «Надежда» будет через Йокогаму, столицу прошлогоднего саммита. Во Владивосток парусник прибудет к концу декабря, а уже в начале марта начнется вторая часть плавания. Фрегат пройдет по всем странам-участницам АТЭС в Юго-Восточной Азии. В первых числах сентября 2012 года, к самому началу саммита во Владивостоке, «Надежда» вернется в порт. Центр русского мира на «Надежде» уникален. Он станет русским центром для всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На борту парусника содержится более тысячи книг и видеоматериалов, посвященных России. Судно, заходя в порт, ежедневно принимает до 15 тысяч посетителей. В ходе работы русского центра посетители «Надежды» смогут полностью погрузиться в изучение русского языка и русской культуры, прослушать лекции, посмотреть фильмы о России и разучат русские песни, словом, полностью погрузятся в русскую атмосферу. Один из русских центров два года назад был открыт в филиале Дальневосточного федерального университета в японском городе Хакадате. «Открытие русского центра на паруснике «Надежды» – прекрасное событие. И оно продолжает то, что было начало руководством нашей страны, которая создала фонд «Русский мир». И в свете приближающегося саммита АТЭС вот это особенно важно – русской культуре идти в страны АТЭР, идти к тем, которые ценят, любят русскую культуру и которые ее всегда поддерживали». Кроме того, «Парусник» везет в Тихоокеанский поход фото-выставку о Владивостоке, стройках АТЭС и Дальневосточном федеральном университете, как о центральном событии последних лет.